То есть у них не будет неконтролированная синетрация, они не прогадываются куда-то глубоко, нам с вами очень легко контролировать их глубину воздействия и мы их применяем, опять же, совершенно спокойно в любое время года, дня и ночи, но в любое время года, пожалуйста. Что важно знать администраторам, что они применяются перед беременность и лактацией. Если приходят беременные, говорят, что я беременную, а ты меня отсюда выгоняют, а потом придешь, а меня там все отсыпало. Можно в бульбалку и наоборот. Что важно другое, что у них разные показания. Молочный пилинг, он под собой подразумевает применение для сухого типа кожи. Молочная кислота, как я говорила, обладает прекрасными румяющими свойствами. То есть, он применяется при мелкоморщинистом типе старения, истонченной коже, подходит чувствительной коже, подойдет идеально. Он абсолютно не подойдет к коже склонной к акне, склонной к жирности воспалительным элементам, ввиду того, что может спровоцировать появление воспалительных элементов. Поэтому жирному типу кожи ни в коем случае. Соответственно, несмотря на то, что в закупке они в разную стоимость, мы очень рекомендуем их ставить на выходе в одну цену. Чтобы косметолог решал, какой пилинг надо уже выбирать, а не так, чтобы она пришла и сказала, ой, 900 рублей дешевле. Сейчас так сэкономлю, так сэкономлю. Вот. И потом ходила вся обсыпанная. Это такой вот важный момент. Аминдальный пилинг идеально при акне. Его можно использовать не обязательно только для борьбы с акне, с возрастными изменениями, с гиперпигментацией. И то, и то можно использовать, но для жирной кожи мы выбираем исклонный к акне. Миндальный пилинг. Молочный, да, для сухой и мелкоморщинской типи старения. Интервал проведения процедуры от 7 до 14 дней. Никакого шелушения там не будет. Если мы пропустили нарушение эпидермального барьера, то будет, конечно, может быть эпидермолизм. Поэтому на моменте обработки припилом, да, мы рекомендуем уже смотреть припильному лосьону. Там спирт составил. Если есть нарушение эпидермального барьера, она покраснеть на этих местах. Рекомендуем либо эти участки обойти, ну, либо предупредить, что может быть эпидермолизм. В целом, это очень мягкие пилинги, которые легко, хорошо переносятся, очень комфортно. На них может быть гиперемия, но легкая, она в течение 20 минут уяжется обязательно. В целом, это можно даже в редких случаях, ну, если, вернее, не в редких случаях, а если вы знаете уже, как пациент данный, да, ваш гость реагирует на данный пилинг, вы можете на выход более использовать эту процедуру. Красивое, гладкое, сразу сияющее лицо. Время экспозиции зависит от того, какое, да, мы процедуру по счету делаем. Если это первая процедура, это 3-5 минут, максимальное время экспозиции – 10. Это смываемые пилинги, которые мы наносим на лицо и на шею. Смету нейтрализатора у них? Нет. Водой смываем. Это очень удобно. Пока находятся на коже, как правило, да, все они индивидуальные, но, как правило, ощущение субъективное покалывание, сжение, когда мы спрашиваем по шкале от 1 до 10, называют троечку. Ну, стандартно бывают исключения, да. Когда мы начинаем смывать водой, покалывание, пощипывание и жение, естественно, усиливается, но успокаивается достаточно быстро. Закрываем их мы ретинолом. У нас в профобъеме стоит ретинол, концентрат, да, закрываем обычный пилинг. Далее. Напомните, что там за ретинол? Концентрат 0,6%. Серебристая. Серебристая. Банка большая серебристая. Не с дозатором, вот как вот эта? С дозатором, как вот эта. Вот такая, да. Да. Далее. Какой важный момент. Процедура чистки. Вот восстанавливающий, да, вот этот? Нет, это постпроцедурный крем. Про какой говорить? Ты не понимаешь, что мы объясним. Нету в каталоге, да? Он в профобъеме. Это тоже самое, помните, я говорила, что у нас не отличаются средства по составу. Вот это концентрат. Сыворотка для выравнивания текстуры, сыворотка совершенства кожи. Ультра А. 0,6. Я не помню вообще. У нас есть сыворотка 0,2 концентрация ретинола, 0,4 концентрация ретинола и 0,6 концентрация ретинола. Правда? Было такое? Обсуждали? Нет, я про профессиональный объем, что я не помню такое. Да. Не закрывайте ретинол, если беременное ретинол, вы все-таки возрастные привлечения, как он будет в 30 лет, потому что сейчас мы будем стимулировать, например, фибробласты, что потом. А как вы стимулируете здесь фибробласты? Никак здесь. Вы стимулируете процесс клеточного обновления исключительно. А фибробласты лежат где? В дерме залегают. Сюда не то, что до дермы не достает. Этот пилинг не достает ни до базального слоя, ни до базальной мембраны. Фибробласты не стимулируются никак. Этот пилинг не обладающий терапевтическим эффектом, да? Не обладающий терапевтическим эффектом, поэтому здесь никакого эффекта истощения можно отдать от фибробластов, от данных пилингов. А если мы, например, говорим даже о миндальном, например, пилинге, и пациенту с полном пакне, это отличный выход для него, да, особенно с использованием ретинола в домашнем уходе. Но совершенно однозначно правы, что мы ретинол не закрываем, если это беременная. Да, то есть тут мы и кормящие, тут мы закроем чем-нибудь другим. Витамином С, например, можно будет закрыть, или просто постпроцедурным кремом, да, там можно посмотреть, поиграть. Ну вот, то есть это уже такое, сыворотка увлажняющая, пожалуйста, если это наложеный пилинг. Очень хорошо будет такая процедура интенсивного выложнения. Ну вот об этом тут, конечно, можно таким образом сказать. Так вот, процедуры чистки мы тоже проводим на пилингах, мы готовим их чисткам пилингами. Если это кожа склонная к высыпаниям, миндальный пилинг. Если это пришла комбинированная кожа, которая беспокоит тет-зоны, да, и черные точки на ней, но при этом она говорит, что воспаление не бывает никогда. Да, ну вот просто вот эти вот черные точки на носу, они у меня уже достали, уберите, пожалуйста. Можно применять молочный пилинг в этом случае. Но в целом, если пришли люди на чистку склонной к воспалениям, то отдаем предпочтение медальному пилингу. В районе пяти, иногда семи минут мы готовим, смываем и проводим чистку. Вот, уже таким образом можно применять. И потом чем закрываем, получается? Если кожа склонная к воспалениям, мы можем нанести противовоспалительный лосьон, а сверху маску очищающую. Если в целом кожа к воспалениям особо не склонна, не жалуется, да, она больше пришла с комедонами поработать, и только комедоны беспокоят невоспалительные, то здесь можно опустить стритмэклоушен противовоспалительного лосьона и нанести сразу расшищающую масочку. Расскажите про Витапил. Он вот здесь пишется для комбинированной склонной к жирности. Вообще не обязательно. Да, он же для всех типов кожи. Он для всех типов кожи, у него очень широкая область применения, да, но мы все-таки его выбираем уже, но он достаточно более агрессивный. Это аналоговый пилинг Джесснера, здесь тот же самый состав кислот, что в пилинге Джесснера, но их ниже концентрация. То есть если в Джесснере это 14%, то в Витапиле это 10%. Соответственно, реабилитационный период гораздо ниже, да, гораздо мягче. Можешь рамочки задать? Допустимо, не у всех, допустимо мелкопластинчатое шелушение, которое будет продолжаться пару лет. Если у человека это социальная вовлеченность большая, и он шелушиться вот прям на людях никак не хочет, мы можем, например, сделать пилинг в четверг, в пятницу он красивый, натянутый, глянцевый, сияющий, идет до работы. В субботу, в воскресенье мелко-мелкопластинчатое шелушение, которое максимум два дня длится. У меня лично была революция в моей ксентологической практике, когда я перешла на Витапил с Джесснером. Я люблю Джесснер, он идет шикарный, эффект выщитительный, да, но вот этот реабилитационный период далеко не каждый себе может позволить. И опять же осложнения могут быть. А здесь тот же эффект, но меньше холи. И он очень быстрый? Он очень быстрый, если миндальный, молочный, мы рекомендуем 6-8 процедур, а Витапил 3 в редких случаях, по показаниям до 5 можем растягивать, но это в редких случаях. И он делается 15 минут, как очень мало, то есть там про пилинговый лосьон наносишь этот состав, помахал веером, закрыл кремом и до свидания, 15 минут. То есть там со всеми, здравствуйте, как дела у вас, как у вашей бабушки, как у вашего пуделя, да, вот эти вот все пудели бабушки и так далее. Это мы просто даже не успеваем обо всем поговорить. Это наш формат, это наш формат, и на самом деле там если один слой и там два... Широта применения, широта применения просто прекрасная. Это и гиперпигментация, это и акне, это и возрастные изменения по типу гравитационного доза. Ну а в чем, София, слава богу, не снимайте, потому что я сразу в бейджике, потому что да, я сразу всех не напоминаю. София совершенно верно на самом деле упоминала, да, пилинги в антивозрастных программах, они крайне важны. Но если мы с возрастными изменениями, с фибробластами, там можем работать в миостерапии, какими-то другими, да, компонентами, очень часто сейчас, да, особенно вот инъекционисты, они забывают о том, что пилинги крайне важны тоже. Вот эта вот стимуляция клеточного обновления, выравнивание рельефного рогового слоя в антивозрастных программах тоже очень нужна. Пожалуйста, сейчас уже всем проще. Пришел, у кого, забыл, дальше пошел, да, и уже вот эти полноценные программы, они начинают выпадать. А работать надо на все сферы. И вот в возрастных изменениях пилинги играют. В этом FaceTime вам поможет. Да, и пилинги, они действительно крайне тоже здесь важны и являются очень важной частью антивозрастных программ. Поэтому здесь Витапил тоже был welcome. У него уже, правда, субъективные ощущения были выражены. То есть, если здесь он, ну, пусть не медитирует, да, но тем не менее будет насладно. Ну, что такое же, да. То есть, вот мы проработим 3-4 месяца, когда у нас уже будут прикормлены клиенты, которые будут доверять нам, косметологам и так далее. Да, мамочка, мы будем включать Витапил, потому что у меня был такой, что приятный шел у нас, такой даже мгновенный хороший эффект. Вот, а ушел он где-то, вот, неожиданно, ну, как я ушла, да, вот эта процедура, вот, как настоящий мгновенный эффект, меня на свадьбе может, да. Вот, она мешает с обсложженным лицом, ну, как мне очень приятно, вот, потому что все равно будет разно. Поэтому он не допил, вот мы следим уже на клиентов, которые к нам пришли к шелу, да, и мы его лучше сможем обязательно добавлять. Да. Потому что если у него эффект, ну, разносят жесть на руку, вот, если жесть на руку, очень много. А, в целом все рассказала, почему просто все бы решила. Вопросы какие-то есть?